Сотрудники и волонтёры Омского колледжа профессиональных технологий встретились со спортсменами и тренерами областного центра паралимпийской подготовки, чтобы обсудить варианты сотрудничества. Спортсменам с ограниченными физическими возможностями было предложено обучаться в колледже получать профессию без отрыва от тренировочного процесса. Для этого учебные заведения оснастили элементами так называемой безбарьерной среды. Волонтёры колледжа предложили помощь в проведении соревнований с участием спортсменов центра паралимпийской подготовки. Мастер спорта международного класса по фехтованию Александр Кузяков – выпускник этого колледжа. Он знает, добиваться высоких результатов в спорте и при этом параллельно получать образование непросто, но вполне реально. Заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрицус в свою очередь заверил, министерство будет оказывать необходимую поддержку. На сегодняшний день в колледже обучается семь студентов-инвалидов. Сергей Угрюмов, директор учебного заведения, уверен, ребят с физическими особенностями, желающих получить образование, гораздо больше. Поэтому так необходимо это сотрудничество. Сегодня дети, которые имеют ограниченные возможности, они не хотят заниматься дистанционным обучением, не хотят быть рядом с обычными людьми и быть с ними рядом, быть такими же, то есть участвовать во всех проектах. Поэтому задача колледжа, то есть мы хотели, чтобы дети были здесь, то есть чтобы они учились и здесь, чтобы они занимались спортом, были, участвовали в культурных мероприятиях. Что мы со своей стороны могли помочь в проведении их соревнований, конкурсов, чтобы они жили нормальной жизнью, давать им профессию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова